Здравствуйте! Сегодня 29 июля и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Пара евро-доллар второй день подряд продолжает торговаться в крайне узком ценовом диапазоне. На вчерашних торгах евро несколько раз безуспешно пытался пробить уровень вчерашнего максимума 1.3045, но сил у валюты пока явно не хватает. И хотя паре не удается закрепиться выше этого уровня, попытки ее снижения продолжают привлекать внимание покупателей. В числе причин, сдерживающих развитие восходящего движения данной пары, можно отметить рост беспокойства инвесторов, а способность европейских банков рефинансировать свои истекающие долговые обязательства. Несмотря на результаты стресс-тестирования европейских банков, вчерашний отчет ЕЦБ показал, что банковская система еще не готова к возобновлению регулярных операций по кредитованию, а это в свою очередь является потенциальной угрозой для экономического восстановления Европы. На фоне этих опасений восходящая динамика единой европейской валюты начинает угасать, что может спровоцировать очередную фиксацию прибыли, новые закрытия сделок на покупку и разворот пары к снижению. На сегодня предполагаем начало этого процесса, переход пары к снижению в направлении следующих целей 1,2970, 1,2950, 1,2875 и 1,2809. Если евро удастся преодолеть верх уровень 1,3045, пара может возобновить восходящее движение. Вчера после легкого спада в азиатскую сессию британская валюта вновь ощутила на себе рост интереса к покупкам, пробившись в результате к новому максимуму 1,5639. Однако на этом подъем пары остановился и фунт продолжил балансировать в узком диапазоне вблизи этого уровня. Пока паре фунт-доллар удается удерживаться от активного снижения, но настрой остается подавленным и риски нисходящей коррекции довольно велики. Вполне вероятно, что сегодня мы увидим некоторую фиксацию прибыли после роста последних дней и начала снижения пары. Если наш прогноз оправдается, целями для снижения пары можно назвать ценовые уровни 1,5583, 1,5547, 1,5509 и 1,5442. Нельзя исключить и возможность возобновления подъема в случае, если пара пробьет вверх ценовой уровень 1,5639. В четверг выйдет решение и сопроводительное заявление Резервного банка Новой Зеландии по основной процентной ставке. Ожидается увеличение ставки до 3%. Япония опубликует показатели объемов продаж за июнь месяц, а также представит данные по объему покупок ценных бумаг японскими и иностранными инвесторами. В Великобритании будут опубликованы показатели объемов потребительского и ипотечного кредитования. В еврозоне опубликуют данные по уровню безработицы в Германии, а также индексы потребительской и деловой уверенности в промышленном секторе и сфере услуг региона. В США сегодня будут опубликованы данные по количеству первичных обращений и повторных заявок на получение пособий по безработице. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.